В последнюю субботу месяца состоялся традиционный расширенный прием главы Славинского района в детско-юношеской спортивной школе «Белая ладья». За помощью к Роману Синеговскому, его заместителям и руководителям структурных подразделений администрации обратилось 69 человек. Подробности в первом материале выпуска. Обратиться с проблемой или вопросом к главе района Роману Синеговскому можно по телефону горячей линии, на сходе граждан, через интернет-приемную. Еще одна форма работы Романа Ивановича с гражданами – расширенные приемы. Так, в последнюю субботу августа глава района вместе со своими заместителями провел очередную встречу с жителями. Основные вопросы, волнующие славянцев, касались ремонта дорог и тротуаров, оформления земли, отрасли жилищно-коммунального хозяйства, оказания помощи в трудной жизненной ситуации. Также к главе администрации пришли молодые спортсмены с просьбой выделить место для группы из 12 человек, помещение для занятия паркуром. Там, конечно, для этого нужно помещение, чтобы заниматься. Чтобы заниматься в осенне-зимний период? Да. Как бы мы по делам молодежи уже занимаемся на такой годы, чтобы мы построили парк, но никак не строили. У нас сейчас строится большой лёгкоатлетический манеж. И вот мы постараемся там выбрать место для того, чтобы я вникну, сколько места для этого нужно, какие нужны непосредственно, скажем так, какое нужно оборудование, инвентарь для этого, да. И мы постараемся либо это место, либо рассмотрим какие-нибудь другие места где-то ближе. Ребята продемонстрировали Роману Ивановичу несколько элементов этого вида спорта. Как показывает практика, расширенные встречи главы района с жителями дают положительный результат для обеих сторон. Муниципальная власть узнаёт о проблемах граждан и реагирует на возникающие вопросы. А жители имеют возможность максимально оперативно получить ответы и решение проблем. Жители Станицы Петровской обратились к Роману Синеговскому за помощью. У них в поселении очень слабое напряжение в сети. Из-за этого не работают многие электроприборы. У нас не работает ни конденционер. В этом году очень большая жара. Женщинам стирать нечем, потому что машинки не работают. Некоторых нашагнулись, вышли из строя холодильные приборы, холодильники, морозиловки. А кому это обратиться, чтобы это возместили, это бесполезно. И мы с этим вопросом обратились к главе района и думаем, что он нам поможет. Если он нам пообещал, думаем, он нам поможет. Около 10 обращений были решены на месте. По остальным вопросам главой района даны поручения руководителям служб изучить проблемы с выездом на место, с участием заявителя и принять действенные меры для их решения. Вопросы, требующие длительного решения, поставлены на контроль главы.